Операция «Рука-помощь». Боевый приказ 57-42. Дата июнь 1942 года. Союзные войска атакуют итальянскую позицию к северу. Ваша задача – помочь итальянцам отразить атаку. Вам передается батарея истребителей танков. Хотя рельеф в этом районе крайне сложен для маневрирования артиллерии, командование рассчитывает, что вы сумеете оказать помощь нашим союзникам. Для защиты от рейдов по росту авиации у вас будет зенитная артиллерия. Подпись – генерал Эрвин Ромель. И вот она, последняя операция перед взятием Тобрука. «Рука-помощь» и заключаться будет эта операция в очень одновременно и простом и сложном, назовем это так. А заключаться она будет в том, что нужно спасти итальянцев в прямом смысле этого слова. Потому что итальянцы попали в окружение вражеских войск и теперь их нужно спасать. Как вы можете увидеть по карте, да и вообще просто посмотреть на итальянцев. Их будет целая туча здесь. Ну все, то есть, нормально. Много итальянцев, ничего сложного. То есть вы просто тупо войска победеете, и там вообще ничего сложного не будет. Но потом это и проблема. После нескольких... ...наступлений противника. А их будет несколько. Вся эта итальянская армия превратится просто в груду металлолома и тучу безжизненных человеческих тел. Это я наполню всерьез. Так что здесь ступить не надо. Ну ладно, все же таки, суть задания звучит в том, что нужно просто оборонять итальянские позиции. Да. То есть, по большей части, вся операция будет проходить на одном месте. Киста обороны. Вам нигде атаковать не нужно и прочь. Но... Вам потребуется здесь делать небольшой прорывчик. Для того, чтобы... ...к вам подвели немножко артиллерии. Но это чуть позже. Здесь же вам будет дано время на то, чтобы вообще подготовиться. В самом начале вам будет даны несколько истребителей танков. И несколько тягачей. С тяжелыми зенитными орудиями. Ну и, конечно же, старая добрая пехота. Без пехоты вообще никуда. И да. Как вы можете сейчас увидеть, противник начал выступление. Но это лишь, назовем это, разведка противника. Потому что на деле, вот в это самое крупномасштабное наступление противника будет чуть позже. Которое будет очень сложно выдержать. Но, все же таки, ничего. Как-никак, вам дается аж две тяжелые зенитные батареи. Так что, в общем, беспокоиться вам особо и не нужно. Вертиллерийских пушечки могут уничтожить противника без всяких проблем. Как воздушного, так и наземного. Они это могут. Но истребители танков в этом просто помогут. Сразу хочу сказать, что противник будет нападать со всех сторон. На базу итальянцев. Ну, конечно, если не учитывать тылу, откуда пришли немецкие войска. А так-то получается с трех сторон. С юга. С западом. И с востоком. А с юга немецкая база, оттуда противник нападать на вас не будет. Хоть что-то хорошее там. Но не особо-то и радуйтесь. Вы что, видите, сейчас противник нападает на такие мелкие миссионы. Там парочку пехотных рот. Ну, может там один-два танчика подвести. Ничего серьезного, но это пока. Это пока. Противник просто еще не сконцентрировал свои танковые силы. Когда он их подготовит, будет сложновато. Но, собственно, у вас имеется аж две тяжелозенитные артиллерийские пушечки. И несколько истребителей танков. Так что, собственно, все нормально. И да. Здесь в качестве подкрепления вам будут доступны противотанковые орудия. Ну, если, конечно, вы их уже открыли. Кстати говоря, моим советом противотанковые орудия лучше всего в самом начале подвести. То есть из подкрепления вызвать именно их. И постепенно, пока противник еще не успел концентрировать свои силы, просто их спокойно расставить. Да, я так не сделал. Ну, собственно, и без этого можно победить. Но, все же таки, лучше расставить противотанковую артиллерию в самом начале. Будет покуда проще. Уж поверьте. Когда придут танки противника. Вот это. В общем-то, тогда истребителей танков вам не хватит. Ну, ничего. Пока что идет лишь пехота противника. Ну, и там бронетранспортера. Ничего серьезного. Но это пока. Ну, ладно. Также у противника имеется вот здесь дальнобольная артиллерия. Ее, конечно, можно попугаться. Но, моим советом, туда не идите. То есть, уничтожать ее не нужно. Она вам, как такового, ущерба не принесет. Она чуть-чуть постреляет. В вас не попадет и перестанет стрелять. Обычно она так делает. Ну, если же и продолжает стрелять, то она вас и ваших союзников, то бишь итальянцев, просто не попадает. Так что, моим советом, просто не обращайте на нее непонимания. А то, нет, конечно, можете сделать, пойти на прорыв к войскам противника. Можете. Но, скорее всего, они вас просто там уничтожат. При помощи старой доброй пехоты. Пехот у них реально много. К тому же, они должны в скорое время подвезти танчики типа Генерал Гранд. А когда таких танчиков много, вот тут уже и будет проблема. Ну, ладно. Пока что, увидите, им как такового прям сил не было. Да, с запада атаковало несколько пехотных рот, но это ничего серьезного. По большей части, это вы можете назвать разведкой. Да-да. То, что сейчас на вас нападало, это было просто разведкой. Так что теперь придется. И вот. Пошла вторая война. Волна. Тоже можете считать ее разведкой. Она и правда не особо серьезная. Парочку автомобилей, бронетранспортер, ну и парочку пехотных рот. Без них никак. Ну, собственно, с ними сможет справиться и итальянская артиллерия без никаких проблем. А вот когда вам уже придется вмешиваться, это будет чуть позже. Ну, все же таки, мой совет сейчас лучше не вмешиваться в это дело. Потому что, так или иначе, попасть в вот эти мелкие бронетранспортеры в фочи, все же таки, в ваши истребители танков попасть могут. А танчики, ну истребители танков, вам пригодятся в будущем. Ой, ну вот уже и подкатили. Танчики типа Крусейдер. Ну да, это не Генерал Грант, но все равно довольно-таки серьезный противник. Вот, собственно, для этого лучше всего и в самом начале вызывать противотанковую артиллерию. Сконцентрировать ее как раз-таки с восточной стороны. Восточная сторона это там, где находятся сейчас два моих стрелят танков. Ну, вы ее видите, в общем. Вообще, лучше всего сконцентрировать саму противотанковую артиллерию просто по окопам. Ну, не по окопам, а просто по дорожкам. Одну пушечку поставить около одной дороги, другую около другой. Но откуда будет идти наступление. И еще одну можно поставить просто посередине, которая будет смотреть на север. И да. Одна моя САУ была подбита, но ничего страшного. Все же таки, здесь по поводу счастья решается все не только за счет этих САУ. А именно за счет артиллерии. Это я на полном серьезе. Без артиллерии тут сложно обойтись. Но первая такая более-менее крупная волна противника была. И там. Но, естественно, это не конец. Далеко не конец. Ладно. Как вы можете видеть, тяжелая зенитная артиллерия все-таки помогает войскам, уничтожая сухопутные силы противника. Пусть что-то хорошее. Ну ладно. Вот противник предпринял вторую атаку. И уже он пошел с севера. Ну, или же с серединки. Как ему удобнее это называть. Да, тут силы у него опять не очень сильные. И итальянцы смогут справиться сами. Благо. Но все же таки, вот уже сейчас лучше им помогать. Когда были только броня автомобили с пехутой, помогать им не стоило. А вот теперь помогать им нужно. Хотя, опять же таки, скорее всего они справятся и без вас спокойно здесь. Но лучше помочь. Да, дальнобольная артиллерия противника. Вместо того, чтобы стрелять по танкам, истребители на танков стреляют по пехоте в окопах. Собственно, я вам вот и говорю, на дальнобольную артиллерию противника можно вообще внимания не обращать. Как такового она вам большого чеша бы не причинит. Ну так, убьет парочку итальянских бойцов в окопах. Но, надо понимать. Как будто бы это что-то страшное. Да, то есть видите, она артиллерия косит и не может попасть даже по астре в виде танков. Ну вот, все, противник уже начинает посылать все новые и новые войска. И... Мой маленький САУ был подбит. Но, ничему. Собственно, как я и говорил, по счастью здесь все делается за счет артиллерии. Да, вот, против танковой артиллерии. Аж четыре установки ему дают. То есть четыре пушечки. Это неплохо. Естественно, эта самая артиллерия, она не может сама двигаться. И для этого потребуются тягачи. Это я так говорю на всякий случай. Потому что... Ну вдруг вы подумали, что эту артиллерию может самому катить без тягачей. Нет, нужны тягачи. И в этом главная проблема. Потому что тягачи могут... В общем, противник может их подбить. Без каких-то проблем. Он их подбьет, артиллерия просто останется. И все. Артиллерия здесь может даже не пострадать. Но... Подобьют тягачи. И все. Пока-пока артиллерия. Но, собственно, ничего. И вот итальянцы уже практически отбили. Наступление союзников. То есть, видите, они сами здесь прекрасно справляются. Потому что уже сейчас можно спокойно располагать свою противоданку артиллерию. Единственную артиллерию, моему совету, можете не вызывать. Смысла здесь как такового нету. Авиация противника здесь особо не действует. А если уж действует, то ваши две изначальные тяжелоизнительные установки. С этим разберутся. Без сети нету проблем. Вот, отлично. Первая пушечка уже поставилась. И сразу же тягач был подбит. Прелестно. Да. И опять же таки, сюжетки моего совету. Лучше всего противника артиллерии поставить в начале задания. В начале операции. В самом начале. А не как я решила. Посередине. После уничтожения большинства моих истребителей танков сюда поставить. Лучше оставить это все с самого начала. И сэкономить истребителей танков для небольшого прорыва. Он будет чуть позже. Для этого прорыва, на самом деле, вам, по большей части, понадобится только один из стрельбитель танков. То есть, одного будет достаточно. Но, все же таки, лишним сохранить их не будет. Ну, собственно, и вот. Ну, все. Первая волна такая, прям сверху, крупная волна была отбита. И теперь... И теперь командование передает вам информацию о том, что немецкая зенитная артиллерия прибывает с севера. Ну, и, естественно, у этой самой артиллерии, как такового, и защиты не будет. И поэтому вам придется ее проводить. Ну, и, как вы можете видеть, на мини-карте показана розовой стрелочкой, где эта артиллерия будет находиться. Ну, куда она должна пребывать. На том месте будет находиться войска противника, которые вы должны уничтожить. Иначе зенитная артиллерия там не появится. А без нее будет вам немножко сложновато. Хотя, в принципе, на самом деле... Пока вам, конечно, и хватает парочки пушек. Ну, сейчас союзники подтянут средние танки типа Генерала Грант. И вот тогда будет уже и посложнее. К тому же, они догадаются проводить атаки сразу с нескольких направлений. До этого они не догадывались. Но вот потом догадаются. Ну вот, верхний танк типа Крусейдер. Их три. Прелестно. И, как вы видите, артиллерия противника дальнобольная. Так же, как Кассит. То есть, видите, не может попасть по моему танку. Как мой танк не может попасть по танкам союзников. Да, прелестно. Но его, собственно, предпрепление начинает пребывать. И да. Три танка Крусейдера были уничтожены моей САУ. Это просто отлично. Ну, на самом деле, здесь было две САУ. Просто одной из них вы не заметили. Но, будем считать, что три легких танка противника смог уничтожить лишь один МСАУ. Ну да, как видите. К вам прислали четыре танчика. Как в помощь с зачистки этого бортпоста. Но они легкие, так что... Вообще, прям на них рассчитывать не надо. Ну, только они вообще некоторые легкие, некоторые средние. То есть, вот уже средний танчик прибыл. Ну, прибывает теперь зенитная артиллерия. Пока что она будет находиться в руках ваших союзников. Вашего союзника. Но, чуть-чуть она пройдет к базе итальянцев. И вот уже тогда она перейдет под ваше командование. Да, как можете видеть, противник догадался атаковать с тыла. Да, это тонкий. Редкое явление для искусственного интеллекта в играх, когда он догадывается атаковать с тыла. При этом именно тогда, когда нужно атаковать. Как вы видите, противник подбил один тягач. И вместе с ним тяжелое зенитное орудие. Но можете не расстраиваться. Тут, на самом деле, не обязательно, чтобы все зенитное орудие было спасено. Хотя бы одного будет вполне достаточно. Ну, собственно. Собственно, мой вам совет. Танки, которые сюда прибыли атаковать с тыла, лучше уничтожить уже в этом блокпосте. Потому что иначе эти танки будут участвовать в последующем, последнем решающем штурме. А если они будут в этом участвовать, и так в этом штурме будет очень много войск противников участвовать. Однако если к ним присоединится еще где-нибудь шестерка танков, ну, тогда это и правда будет очень проблематично. Так что лучше уничтожить это все в самом начале. Ну, собственно, вот. Удается последнее задание. Отразить последнюю атаку. И да. Противник пускает. Теперь из резерва свои средние танки, типа Минерал Грант. Довольно-таки хорошие танки, могу вам сказать. И вот именно их стоит бояться. Уж поверьте. Ну, ладно. Благо вам дастся довольно-таки большое время на то, чтобы подготовиться к отражению атаки противника. Около минут, наверное, трех-четырех. В общем, довольно-таки мокро. И вот вам поступают в распоряжение новые войска. А если бы точно, зенитная, тяжелая зенитная артиллерия. Которую будете расположить вместе с вашими двумя зенитными орудиями, которые у вас и так имеются. Хотя, возможно, под вашим командованием они были уже давно уничтожены. А и так, возможно, можно выделить вместе с танками случайный тягач и послать его в бой. Его быстро уничтожают. Эх, ну ладно. В общем, сейчас остается просто готовиться к последнему наступлению противника. Благо во время у вас нет-то есть. Противник будет атаковать с нескольких сторон, так что укрепить им нужно все стороны. Но, первым делом, мой совет укрепить именно северное направление и еще западное. Ну, а кто не понял, то верхнее и правое направление лучше всего укрепить. Именно слева или же с... Ой, я тут ошибся. Не западное, а восточное и северное направление нужно укрепить главным образом. То есть слева, ну или с запада, а противник атаковать прям... Будет, конечно, но не такими силами, как ими с севером и востоком. Ну, в общем, просто нужно укрепить вашу позицию. Благо ваше расположение также... Дается несколько средних танков. Панцер Карпакин третьего типа. Прелестно. Так что отразиться наступление партийника сложным не будет. Благо итальянцы у вас должны были остаться со своими войсками. И, кстати, насчет тягачей. Мой совет. Лучше всего уберите их куда подальше. Лучше всего к вашей, именно вашей немецкой изначальной базе. Лучше всего их отправить куда-нибудь туда. Потому что, ну да, тягачи вам, конечно, больше не пригодятся. Но от них есть такая проблема, которая называется захламленность вашей линии фронта. Потому что очень часто бывает, вам нужно, например, отойти на основной пол противника. И вам нужно отвезти свои танки, злобной пехоты противника, который хочет захидать ваши танки гранатами. А тут, опа, и тягач попадается. И он не дает вам отойти. Ну и, к тому же, просто он захламляет место. Так что лучше всего все тягачи в самом начале отвезти. Ну, или же можете просто их сконцентрировать в один удар. В одну группу всех тягачей. И отправить их в противнику. На разведку, назовем это так. Чтобы узнать, в каком направлении противника будет атаковать наиболее большими силами. Хотя, например, лично я решил тягачи просто отвезти куда подальше. Но вы можете послать их на самоубийство, на атаку. Но... Конечно, от тягачей смысла вообще никакого нету. Ну, в плане атаки. Значит, оппозиция. Они даже пехоту раздавить не могут. Так что, лучше всего их просто оставьте где-нибудь подальше. Как-никак, сейчас это же не советская компания, чтобы раскидываться войсками. Вот будет советская компания, войсками можно раскидываться сколько угодно. А с немцами нужно поаккуратнее. Ну, все, постепенно войска готовятся. И, кстати говоря, в грузовиках находятся пехотные роты. Мой вам совет, вытащите эти роты из грузовиков. Я про это обычно забываю, но мой вам совет, вытащите их. Пехотные роты вам могут пригодиться. Хотя, на самом деле, вам вполне хватит и тех сил, что у вас есть, и без пехоты. Да, как вы видите, один итальянский легкий танк решил остаться на северном блокпосте. И охранять его не знаю зачем, просто решил так сделать. Наверняка для того, чтобы по последствии атаковать с тыла противника. Так, собственно, можно было бы и сделать. Но все же таки, лучше свои войска там не оставлять. Потому что противник атакует с нескольких сторон, и пока вы успеете просто свои войска подвести... Опа! А противник уже занял вашу базу. Да, но все, противник начинает наступление. И так же везет свою авиацию. Так что, конечно, вообще, с авиацией противника и его бомбардировщиками должна справиться ваша тяжелая зенитная артиллерия. Но я еще вызвал истребителей, на всякий случай. Ну что ж, вот он, противник начинает свою атаку. Первая атака будет происходить с севера. Ну, а вообще, видите, он свои войска просто со всех сторон будет вас атаковать. Но самый такой наиболее концентрированный удар будет проходить именно с севера. Ну вот, подходят его пехотные роты. На которые вы, скорее всего, отвлечетесь. Потому что сначала идут пехотные роты, а за ними сразу же последуют средние танки. Благо, они тяжелые. Если бы пошли в бой тяжелые танки, навряд ли бы вы это выдержали. Так что пойдет бой только средний танки противника, но и они довольно-таки серьезный противник, могу вам сказать. Конечно, не такой, как бравый немецкий панцер Карпагены, но все равно серьезный. Но, как вы можете увидеть, итальянцы и некоторые силы немецкой армии без всяких проблем уничтожили. Назовем это так. Передовые отряды противника, вот в бой уже пошли более-менее механизированные соединения. И вот, все, в бой пошли танки. Но пока все другой будет только пехота с танками Валентайя. То есть, у средних танков Грант еще нужно чуть-чуть подождать. Но они тоже скоро должны прибыть. Да, как вы видите, противника атакуют просто со всех сторон. Да, но, как вы видите, пока он тут атаковал, по большей части, все его... ...и все его механизированные соединения были уничтожены, а осталось только пехоту. А вот и прибыли танки Генерал Грант. Вот они и правда серьезный противник. Ну, собственно, могу вас обрадовать, что там, когда прибудут танки Генерал Грант, это будет означать, что противник свои силы зарасходовал. И в бой идут самые последние войска из-за его резервов. То есть, уничтожите эти танки, выиграйте операцию. Да, здание порушилось, но ничего. Осталось уничтожить лишь два танка. Благо, на востоке танчики были уничтожены противником. Остается лишь танки 60-го севера. Два небольших танка. И дальнобольная артиллерия противника, которая стреляет, но, опять же таки, просто не попадает. И, кстати, вот именно дальнобольная артиллерия противника уничтожать не нужно для завершения операции. Этим вообще не нужно. Ну, что я знаю, сейчас остается просто ждать, пока ваши войска и войска ваших союзников уничтожат средние танки противника. Один танк уничтожен, и остается последний. Он уже сейчас подбит, и остается последний выстрел. Бум! Ну, уничтожен, а операция выполнена. Ну да. И теперь остается лишь решающее задание. Вся те Тобрука. Да, противник потерял 759 единиц боевых прелестных. Ну ладно, спасибо за просмотр, такая получилась серия. Не забывайте подписываться на канал, комментируйте видео и ставите лайки. Ну что ж, всем пока!